Десантник советского кинематографа В серии майор Михаил Мишин. Посвящено мероприятие было памяти другого летчика, дважды Героя Советского Союза Ивана Полбина. Уроки мужества – это такие же уроки истории. А как мы все знаем, без истории нет государства и нет нас. История питает, история – это фундамент, на котором держится наше государство, на котором держится наше общество. Если люди начнут забывать о тех лишениях, преодолениях, о том страхе, о той боли, которую мы пережили, это все снова возвратится. Если забывают о войне, она возвращается вновь. Поэтому, чтобы этого вновь не произошло, чтобы не было той боли, страха, той злобы, которая обрушилась на нашу страну, я считаю, что такие уроки мужества не просто нужны, а крайне необходимы в нашем сегодняшнем обществе. Помимо выступлений гостей, кадровых офицеров и ветеранов войн, ребятам показали отрывки из фильмов, посвященных легендарному летчику Великой Отечественной, а также рассказали о его боевом пути и судьбе, которая трагически оборвалась в 1945 году. Тема сегодняшней акции, которую мы называем «Урок мужества и чести», честь у вас у всех есть, это святое, есть пословица, жизнь отдам, а честь никому. Вот оно у вас есть, но мужество надо в себе воспитывать, надо зарабатывать. На чем? А вот на историях таких, как Иван Полковский. Сам Борис Галкин согласился дать интервью в Ульяновской правде. Я от всего сердца поздравляю с этим тяжелым, трудным, истинно героическим днем нашего Отечества, днем Победы. Вот на самом деле до сих пор невозможно подсчитать, сколько жизней положила наша страна. Когда мы говорим 26 миллионов, это приблизительное, все равно остается приблизительное число. Не потому, что мы хотим как-то усугубить трагедию, нет, а потому что все равно за каждой жизнью, за каждой судьбой человека, это невероятная скорбь, это сколько же вот не родилось детей. Например, у моего отца погибли семь его братьев, погиб дед Михаил, это вот по отцовской линии. И вот скольких братьев я лишился. Отец не получил ни одного ранения за всю войну, и сказал, что когда вернулся, сказал, ну вот как. Говорит, я живу за всех моих братьев теперь. Это на самом деле день Победы, который, я думаю, будут помнить века в нашей стране, в нашем Отечестве. Пока будут искренними наши сердца, пока в наших сердцах будет гореть и жить любовь. Так вот, мои пожелания, дай Бог нам сохранить это горение, сохранить эту любовь, чтобы всегда чувствовать друг друга как единый народ, как братья. О том, почему, по его мнению, десантник Тихонов стал культовой фигурой, и о том, почему сейчас таких героев в кинематографе нет, читайте в свежем номере Народной газеты. Андрей Творков, Даниил Сурков, Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова